Меня зовут Юлия и это Хорс Обзор, о всем, что связано с лошадьми, о лошадях и их владельцах. Узнали представление? Конечно! Мы приехали к Дарье Голуновой, и сегодня мы узнаем ее секреты сельской жизни. Погнали! Мы на месте событий, это деревенский дом Дарьи Голуновой, к ней в гости. Пойдем? Коньки! Вы такие когда-нибудь видели? Я, честно, нет. Как мне рассказывала Дарья, она купила деревенский дом и в одном из сюжетов она озвучивает, что он 19 века. Вполне верю. Также Дарья человек с юмором. Юмор мне этот близок и понятен. Мне нравятся такие таблички. Когда ты заходишь, ты сразу настраиваешься на позитивную волну. Пойдемте дальше. Табличка пугает, но если хозяйка вас ждет, то можно заходить. Я знаю, что многие из вас уже знакомы с Дарьей, так как и я по ее популярному YouTube каналу, где она расскажет о своей сельской жизни, о лошадях, с чего начинала и как сейчас все обстоит. А я также познакомилась с Дарьей, когда завела свою первую лошадь и мне хотелось узнать какие-то секреты, о чем, может быть, где-то было стеснительно спрашивать моих друзей-конников. Вот Дарья мне очень помогла теоретическими знаниями, практическими знаниями. Так что давайте познакомимся с ней лично. Это была одна из моих мечт познакомиться с Дарьей. Я очень рада, что мы это еще и заснимем, и этот ролик, я надеюсь, будет полезен и вам. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. В одном из сюжета вы сказали, что в деревню без пол-литра не приходят, поэтому вам от нас маленький призыв. На самом деле в деревню без пол-литра почему нельзя? Знаете ездить? Нет. Вот если заблудитесь, то без пол-литра вам точно никто дорогу не покажет. Местная валюта. Ну спасибо вам, да, как говорится. Спасибо вам за гостеприимство, что позволили к вам приехать в гости. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, все-таки как вам правильнее обращаться, Дарья или Диана? Дарья. Дарья. А почему? Старые вопросы от подписчиков. Ну, Дарья я уже много лет, это мой творческий псевдоним, и как бы имя Дарья мне уже роднее, чем то имя, которое по паспорту. Очень интересует вопрос, поскольку много моих знакомых, моих друзей тоже, заведя лошадь, планируют переехать за город, иметь свой дом, построить свою конюшенку. Расскажите, пожалуйста, как у вас все это началось, с чего вы начинали и каких ошибок можно избежать? Если есть возможность у кого-то ее не сделать, то не заводите лошади. Мне тоже давали такой совет, теперь у меня их три. Вот, потому что лошади, это обыкновение накапливается, да, и одна лошадь, это не лошадь, это, так сказать, некое несчастное животное, да. Ну, какие ошибки? Очень часто лошадь заводят, не зная они ничего, как это делали мы в свое время, лошадь, да, с ней надо теперь что-то делать, надо включать мозги. Это занимает очень много времени и можно наделать ошибок. Поэтому, если есть желание, потребность приобрести лошадь, точнее, не то, что приобрести, а сделать лошадь частью своей жизни, то я бы советовала сперва пойти к кому-нибудь, у кого есть лошадь. Это может быть КСК, это может быть частный владелец, это может быть деревенская какая-то там лошадь на ферме или у кого-то участника. И попробовать за ней поухаживать и потратиться на нее какое-то время. Как можно сказать лошадь в аренду? Не всегда понятие в аренду соответствует, допустим, сельской местности, да, но, по крайней мере, поприходить недельку с утра и поубирать за лошадью, вы сразу поймете, нужно ли вам ваше ли это, да. Ну, а, соответственно, одна лошадь – одна лошадь, несколько лошадей – это уже масштаб бедствия в геометрической прогрессии увеличивается, так что дело такое, да. Ну и, конечно, расходы на лошадь большие. И, наверное, возможность куда-то уехать – это постоянная привязка к месту, да? Ну, я бы сказала, это дело пятое, потому что самая главная проблема – это персонал. Потому что найти человека, который будет помогать вам и заменять вас, и делать вашу жизнь рядом с лошадью не такой привязанной к лошади – вот это очень важный момент, найти такого человека очень сложно. Либо вы делаете все сами, и тогда действительно вы становитесь рабом лампы по имени лошадь. А другое дело, когда у вас есть помощник, на котором вы можете со спокойной совестью оставить часть своих груза этого, да, и тогда уже жизнь налаживается. В одном из ваших сюжетов вы сказали также, что вы захотели, чтобы у вас снова было доброе утро. Происходило так – воскресенье, воскресенье, воскресенье. Правда, еще так не с Новым годом, конечно, но воскресенье уже полетели, уже даже месяцы полетели. Первое число, первое число, первое число, как-то так уж очень быстро. И мы все-таки захотели, чтобы у нас и с добрым утром тоже вернулось. И вы отказались от городской суеты и переехали за город. Расскажите, пожалуйста, как это было? Я уже не помню, как это было. Это было давно. Как давно, кстати? Ну, на самом деле я не переехала за город. Мы до сих пор не можем переехать за город. Мы просто уехали из большого города в менее большой город. Да, и жизнь наша стала немножко более продолжительной изо дня в день. Вот. А то, что хозяйство – это хозяйство. Мы пока столько не зарабатываем, чтобы построить здесь себе достойное жилье для себя. Поэтому мы живем не здесь. Здесь живут люди, которые работают здесь. Нисколько неизвестно из ваших сюжетов, а я их просмотрела очень много. И мне безумно приятно, что вот сейчас мы тут с вами стоим в вашем поместье. Я могу сама вам задать вопросы. Это очень приятно. И мне хотелось бы также узнать у вас. Вот вы переехали за город частично, пусть и не совсем, как вы рассказываете. Вы купили деревенский дом и взяли землю в аренду, я так понимаю, да? Нет, в собственность. В собственность. Аренду я не приемлю. По многим причинам, в частности, финансам. Просто многие тоже думают о своей конюшне, как, что в аренду, в собственность. Вот это тоже такой вопрос. Для себя тоже рассматриваю разные варианты. Вы переехали, решили заняться хозяйством. Я так помню, что вы завели корову сначала, да? У вас появилась корова. Нет, корова прилагалась к дому. Да. Ну вот от коров, я так понимаю, на сегодняшний день вы отказали. У вас получается по факту только лошади, и вы их разводите. Да. Вы хотите вывести породу русское серебристое, да? Слово порода – это очень громкое слово, потому что этого у меня никогда не получится по тем причинам. Первая из них – моей жизни не хватит на это. Вторая причина – нужно иметь определенное количество маток, схожих по определенным признакам. По которым, собственно, порода и будет определяться. То есть это не менее 200 особей, которые воспроизводятся, да? С определенными качествами и характеристиками. А в чем уникальность такой ветки лошади? Ну, чем я занимаюсь, это чисто из любви к искусству. Мне хочется сделать лошадку с определенными, не то что качествами, определенными характеристиками. Вот так, если автомобильным языком говорить. Лошадь – хобби класса. То есть хобби – это неплохо. Хобби – это не то, что никуда не годно. Хобби – это универсально. То есть если владелец лошади, допустим, вот человек, он захочет не спортом каким-то отдельным заниматься, он захочет с лошадью жить. Он захочет проводить с этой лошадью время. Он захочет попробовать себя в разных дисциплинах, но у него нет денег, чтобы завести такое количество лошадей, которое бы соответствовало разным его желаниям. Ну, я бы сказала так, увлечением на данный момент времени. То есть это может быть и выездка на таком любительском уровне, это может быть драйвинг, это может быть конный туризм, то есть по полям лесам кататься в свое удовольствие. Это может быть небольшой конкур там, да, на 60 сантиметров попрыгать. Сейчас это, да, на худой-то конец, дрессурой с лошадкой позаниматься, похвастаться всем своим друзьям и родственникам, какая у него офигенная лошадная конюшня, лучшая, да, самая прикольная, самая нарядная. Ребенка покатать раз в полгода. Какого-нибудь родственника, там, гости приехали, ой, поедем там, покатаем ребеночка. Лошадь при этом не должна убиться сама, убить ребенка. Лошадь должна мочь все это сделать на любительском уровне, достаточного, как бы, требования, да. И при этом она должна быть человекоориентированная, легко заезжаться, легко обучаться. Она должна мочь гулять на пастбище, допустим, там, 3 месяца, пока владелец уехал на Канародный Хайн, да, потом он приехал, захотел в поля, он приехал, ее отпоседлал и, собственно, туда отправился. Вот такие задачи. Серебристый ген, он, почему мне, как бы, стал интересен, потому что, все, наверное, помните сказку о коньке-горбунке, да, и там вот эти редкостные, чудесные хони. Агривые черные, да, вот, ну, как бы, у каждого ребенка, который вырос на этой сказке, ассоциация со сказочностью, вот, лошадь именно такая, да. Вот, и поскольку так случилось, что я столкнулась с именно людьми, которые тоже интересуются этой мастью и генетиками, которые эту масть, как бы, определили, ну, то, что определили, они расписали, да, и, как бы, мы так взаимодействуем, то мне стало интересно получить таких лошадей с такой мастью именно в определенном количестве. Ну, и, соответственно, характер, там, работоспособность лошади, ее экстерьер, ее нарядность, ее способности рабочие, это плюс к тому. Но эта масть, это не главное, это лишь та фишечка, которая делает из просто лошади, лошадь сказочную. Да, да, да. У вас такое большое интересное хозяйство, поместье. Вы уже сказали о том, что сложно найти работников, которые помогали бы вам. А как вы справились с этой проблемой? Мы не справились с этой проблемой. Она всегда присутствует, потому что, ну, как бы, люди имеют такую особенность менять место работы, и это нормально, и, как бы, есть такое понимание у психологов, что три года, да, вот человек обычно работает на каком-то месте, на каком-то уровне, да, потом ему нужно обязательно менять, либо двигаться дальше, то есть, иначе у него начинается какая-то, вот, в мозгах непруха, вот, так что... Местные жители приходят к вам на работу из дерева? Нет, я не стремлюсь брать на работу местных жителей. Понятно. Хорошо. Вот мы с вами сейчас прогулялись в Табуне недавно, и я услышала, что много примесей фризов. Расскажите, пожалуйста, почему именно фриза, и что вы вообще о фризской пародии можете поведать? Ну, как бы, у нас изначально просто была такая... Ну, поскольку я художник, то по голове у меня сперва возник некий эскиз, к которому уже дальше мы идем, создавая уже... О произведении, а в реале. Вот. То есть, лошадь должна быть с красивыми аллюрами, каретного такого типа, потому что, как бы, ну, для русского человека упряжь это важна. Вот. И лошадь должна запрягаться, и, в принципе, такой, как бы, идеал, в моем понимании, на тот момент, упряжной лошади, красивой упряжной лошади, это фрийская парода. Почему фриз, а не орловец? Вот многие мне говорят, а почему не орловец? Ну, орловец, он все-таки рысак. Это не каретная лошадь, это рысистая, то есть, тут важна скорость. И очень важно рысаки в большинстве своем длинные. Хотя о фризах тоже можно это сказать, и мягкой спины, и прочие моменты, но мне на глаза тогда попадались фризы короткого, такого, ну, корпуса. Да, 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 старотипные, не вот сегодняшние эти длинные, спортивные, непонятные лошади, а с тонкими ногами, вот. Как бы, для меня такой вот идеал русской лошади, это такой пряник, красивый, не длинный корпус, крепкие ножки, богатая шея с красивым выходом ее. Ну, а может быть, чуть полегче, нежели такой вот, как сказать, такой советский тяжик, нет, это тяжеловато, да, вот полегче. Такой вот, как раз, вот, андалонская лошадь, фризская астротипная лошадь, очень близка к этому, вот, такому идеалу, да, ну, и сделать ее белогривой. За кадром вы сказали, что есть какие-то уже такие житейские гадости про фризов, поскольку большинство людей, ну, так, не знаю, скорее, далеких от конного мира считают фризов идеальными лошадьми. Ну, собственно, как и мы считали это до того, пока с ними не стали иметь дело. Но тут не только, не то чтобы гадости, тут мы столкнулись с некоторыми затыхами, потому что все-таки русская лошадь, это лошадь не конюшенная, это не той тырье. Это лошадь, которая должна быть неприхотлива в содержании, она должна жить, большую часть времени проводить на воздухе, как бы на природе. У нас такие условия, то есть это выпас, это лошади гуляют в любое время года и так далее. Вот, и когда мы столкнулись с тем, чтобы приобрести производители, вот именно фрийской породы, то мы столкнулись со слабостью иммунитета этих лошадей, как я скажу, в целом они дохнут. От чего? От чего? Слабая иммунная система. От этого все затыки. То есть это может быть разной причиной, начиная от глистной инвазии, заканчивая опухолями и какими-то проблемами во внутренних органах. Поэтому мы на данный момент как бы отказались от, ну не то, что отказать хочется, хочется, но колется, потому что много денег сдохло. Вот, а хочется все-таки использовать фрий за производителем на некоторых кобылах. Но окровность у нас есть достаточно уже в тех лошадях, что мы оставляем в проект, потому что там как бы полу-тафрийские матки использовались. И четверть фрийские детей, они вот своих дочек дали вполне себе интересных по экстерьеру. Ну а жребцов мы уже подбираем, а в дальнейшем мы под них и смотреть будем. Ну это я говорю. А по характеру, что от фризов передается? Ну те фриз, которые были у нас, хорошие они, так вот. Ну я слышала, что разные бывают. Также из вашего YouTube-канала я узнала, что вы периодически сталкиваетесь с какими-то проблемами в характере лошадей. И у вас есть всякие приспособления, допустим, как вот это вот для расчистки лошадей, да? Правильно я? Нет, это не из-за лошадей, это из-за моей невозможности, моей спины и работы. Спины? Держать лошадь на руках, потому что у меня тоже есть проблемы в опорно-двигательном аппарате, наработанном с возрастом, вот, и жизненным опытом. Станок, он не для плохих лошадей, он чтобы облегчить работу коваль. Просто я с таким никогда не сталкивалась, и мне было бы интересно посмотреть, а какова цель и вообще ваше идеальное представление о поместье, к чему вы стремитесь прийти? Я хочу продать все это к черту, свинять. Отлично, отлично. Ну, как вам сказать? Я живу по такому принципу, я делаю то, что мне хочется сейчас. Вот сейчас мне как бы нравится это, я понимаю, что получаются какие-то вещи, мне интересно. Какую-то там впереди идущую задачу рисовать, не знаю, какой-то замок. Ну, хочется там что-то, да, построить дом, как у Кулачевой, да? На самом деле, как бы я не миллионер, и я как бы не имею кучи денег лишних, и я трачу каждый, наверное, рубль на то, что считаю в данный момент необходимым. Насколько это рентабельно, вот, я так понимаю, что к вам можно приехать, у вас можно пожить, да, вы сделали гостевой дом, нет? Нет, уже нет? Я только ученики остановлюсь. А только ученики? Я не беру никаких людей, левых, посторонних, никого, потому что мне это... А зачем? Во-первых, я на этом не зарабатываю, не работаю на туризм, сейчас ушла от этого абсолютно, потому что люди разные, чаще поганенькие. Не хочется к себе в дом допускать? Да вообще не хочу. Я стараюсь работать с людьми, которые знают, зачем они приехали, зачем они приехали, и могут это сформулировать, сформулировать, и тогда мы занимаемся тем, что работаем над поставленной задачей, а когда люди сами не знают, что хотят, вот мы что-то хотим, а мы не знаем, ну, значит, спектр огромный. Но прокат у вас есть, да, можно так назвать, или это ученики, скорее, школы верховой языки? Это ученики, причем у меня только индивидуальные уроки, мы занимаемся не более чем с тремя, ну, если компания приезжает одного уровня, то максимум четверых людей сразу, параллельно, я просто не успеваю больше никак поговорить, а объяснить каждому, вот, и как бы у меня сейчас, вот в этом году лошади работают только под учениками. Субтитры делал DimaTorzok Как мы смогли так застать ваше занятие, вы сначала теоретические знания, да, а потом уже садимся в седло? Ну, все зависит от того, какая у нас стоит задача, сегодня были ученики по программе «Баланс», то есть это тот первый класс, который должен пройти каждый садник перед тем, как двигаться дальше, то есть он должен научиться гармонично двигаться с лошадью вместе. В чем заключается баланс? Субтитры делал DimaTorzok Дальше у нас рысь учебная без седла и голуб. Как скоро можно вот поехать в поля с вами? То, что многие хотят приехать и сразу пойти в поле, это возможно здесь у вас сделать? Ну, на данный момент, если человек не умеет ездить, никогда на лошаде не сидел, то нет. Смотря уже по успехам, да, вы готовы взять себя в поля? Немножко уточню, то есть сейчас у меня не стоит задача зарабатывать на лошадях деньги, то есть я, если с кем-то езжу в поля, это либо мои, ну, уже известные мне, я бы сказала, друзья, которые приезжают отдыхать к нам мозгами больше, то есть люди, с которыми я давно общаюсь, вот, и как бы мы ездим иногда на маршрут, это очень редко. Вот, если мы говорим об учениках, то у нас стоит немножко другая задача, у нас комплексная идёт работа, вот, и в эти тренинги входят выезды в поля, у нас один маршрут большой, трёхчасовка, экспедиция, это завершающий день, и вот завтра мы, допустим, с учениками едем на лайповый маршрут, такую двухчасовку, закрепляем и понимаем, что такое рысь в разных посадках на причёной местности. Вот, а вот так по полям, господи, как говорится, я стараюсь отказывать людям. Насколько я успела узнать из общения за чашкой чая, пока мы ждали, пока проходил ваш урок, к вам приезжают люди даже из других областей, из Свердловской приезжают, да, на обучение? Ну, у нас самая дальняя точка на карте России, это Камчатка и Дальний Восток. А так вот, если по миру, то Турция, Швеция, Германия, вот, из Бразилии девушка, кстати, собирается приехать. Как они о вас узнают? Всё-таки Нерчок канал помогает? Да, через интернет. Как вам пришла идея посвятить это всё в интернете, завести свой канал и рассказывать об этом? На самом деле я, как бы, изначально решила, ну, не то, чтобы завести канал, а, как бы, у меня есть определённые вещи, которые бы мне не хотелось забыть, и мы так подумали, что мне сделали такую библиотеку для себя, в первую очередь, где-то фиксировать некоторые моменты, которые потом мне, может быть, пригодятся. Ну, может быть, наверное, пригодятся, потому что записывать не бывает некогда, а вот наговаривать удобно. Ну, мы же предложим, говорит, давай, вот, канал. Как быстро он приобрёл популярность? Очень, ну, всё, потихонечку, я бы не сказала, что он прям такой популярный. Я ещё не думаю, с ремляной кнопки не будет. Будет, я уверена. Ну, если люди находят там что-то интересное для себя, замечательно. То есть я не стремлюсь к каким-то, к какой-то раскрутке или к каким-то вот таким, знаете, как вот детские, опять же, какие-то каналы, где какие-то конкурсы там устраивают, какие-то раздачу слонов, то есть какие-то викторины и прочее. Я не ставлю себе такой задачи, мне это не нужно по раскрутке вот именно среди аудитории там каких-то и прочее. Мне важно для себя сохранить тот материал, который у меня как-то наработан в таком тезисном варианте, чтобы потом использовать его в дальнейшей своей работе на пенсии. Может, книжку напишу. Будем ждать. Может быть, вы нам расскажете о вашем конном быте, о каких-то фишечках, которые есть в вашем поместье, о котором вы сами, может быть, к ним пришли или где-то вычитали. Покажете нам небольшую экскурсию, проведёте о вашем поместье? Ну, не знаю, как насчёт фишечек, грузия, у нас всё, в общем, просто. Ну, пойдёмте посмотрим. Дарья, расскажите, пожалуйста, где вы обучались нашему конному мастерству? Я обучалась, а точнее, не то, что я обучала себя сама, нет, меня обучала лошадь. И какие-то ответы на вопросы, которые у меня возникали, я уже искала из доступных мне средств массовой информации. Слушайте, вы самоучка, правильно я могу так сказать? Слово плохое? Ну, пусть так. Почему плохое? Ну, как-то ругательное. Ругательное? В понимании многих. Нет, я привыкла решать задачи путём объяснения себе, точнее, поиска ответов на вопрос «почему». То есть у меня стоит такой какой-то вопрос, и мне говорят «делай так». Мне нужно обязательно ответить себе «а почему я должна делать так?». И вот, исходя из вот этих всех вещей, ну, вот из этих вещей, как бы я себя учила тому, что на тот момент у меня стояла задача. Я так понимаю, что когда вы увлекаетесь каким-либо вопросом, вы стараетесь погрузиться полностью, узнать максимально, да? То есть стать в этой сфере, так скажем, профи. Ну, чтобы у меня не было пробелов каких-то в понимании, то, по-моему, нормальным. Раз, не раз, которые я делала. Среди икоников, Тария, также существует вопрос, кто лучше – кобылы, жеребцы, мерины. С кем вам проще работать? Ну, кто лучше – дети, женщины, мужчины, старики. На самом деле все зависит от характера лошади, от ее способностей, от ее темперамента и от уровня человека, который занимается с этой лошадью. То есть все очень индивидуально. Нету хороших жеребцов или плохих жеребцов и отличных или плохих кобыл. Каждое животное нужно рассматривать с позиции поставленной задачи, для чего она вам нужна, и в позиции ее способностей. Может ли она ответить вам на вашу поставленную задачу. А вот новичковую, какую бы лошадь посоветовались везти? Новичковую, старенькую, старенькую лошадку, которая сама себя запрягает. Быстрее шага не идет. Ну, на самом деле, для новичка нужна лошадь очень опытная. То есть, как я иногда говорю, дурак на дураке, хуже нет ничего. То есть, когда всадник неопытный, и неопытная лошадь, которой еще нужно учить и учить, то это катастрофа. Потому что они не научат друг друга ничему хорошему. А что в вашем понимании опытная лошадь? Есть ли какие-то параметры по возрасту? Или все-таки зависит от того, в каких руках она была, откуда она приехала? В каких руках что умеет, то есть много всяких вещей. Ну, конечно, лошадь после 15 лет, она уже в основном, ну, если у нее нету никаких косяков, связанных с психикой и с жизненным опытом, это в основном уже устоявшийся такой взрослый субъект. Не то, что это тот самый удобный возраст, да? Да, да, да. Эта лошадь имеет жизненный опыт, имеет наработки. Это может быть какой-то спорт, это может быть какая-то работа. То есть лошадь уже имеет достаточно большое количество жизненного опыта. И для нее мало новостей вокруг. А для молодой лошади каждый куст новый. Дарья, расскажите, пожалуйста, что это за приспособление? Это педикюрный конячий кабинет. Салон. Да. Салон маникюра и педикюра. Если видите по, так сказать, окружающей флоре и фауне, то мы им давно не пользуемся. Как, собственно, дело работает? Заходит лошадка, ставит ножку сюда. Вот. Ну и коваль, соответственно, расчищает. Ну а сзади сюда вставляется вот такая труба, на которую тоже фиксируется ножка. И коваль расчищает. Это не пыточное приспособление для лошади. Это как бы мне делал муж этот станок для того, чтобы я могла расчищать одна лошадей без помощи кого-то, кто бы держал ногу, потому что моя спина болит. А вот эта конструкция, она где-то в Ване вычитана, увидела? Да. Мы много всяких импортных видео смотрели про станки в Европе, как они сделаны разные. Ну и для себя подобрали конструкцию, разработали конструкцию, которая нам подходит. Ну тут есть, конечно, еще некоторые моменты, которые бы хотелось усовершенствовать, но на данный момент вот так. Ну как бы мы им что-то не пользуемся, уже больше года как-то вот. А у вас, я смотрю, есть старая конюшня, да, это вот старая постройка. Ну как старая, ей лет 10, наверное. Ну как у нас обычно все делается? Мы что-нибудь сделаем быстренько, временное. Чтобы и постоянно. Да, называется Осятник, потому что там строилась для жеребца Оси, ну он Орлик, а так на роде Оси он у нас рисовал. Да, мы вот хотели для него и туристов сделать такой, чтобы они смотрели, как он рисует, такой большой достаточно денник, там получается у него 3 на 6, да. Ну а поскольку Оси мы как-то продали, а там сделали, там разделили основную часть, еще достроили еще 2 денника, а то получилось на 4 домика еще конюшня. Можно мы посмотрим, что будет? Вообще-то конюшня делалась для двух кобыл и, соответственно, их отъема. Потому что 2 зенника 3 на 3 здесь и 2 зенника, такие немножко поменьше, вот, тут 2 с чем-то на 3, вот, ну и сейчас тут живет 6 лошадей, а две мамки с жеребятами и двое подростков. А сейчас у вас новый летний, да, вы построили? Ну да, да. Ну, я не очень большая сторонница держать сено над конями. А где вы вообще храните сено, опилки? Мне сено привозят прямо в левады, лошади у нас едят в левадах зимой. Вы в деньники не кладете им, да? Нет, только каши, овес. В деньниках они проводят немного времени, то есть они приходят где-то в 1 с вечера, уходят зимой. В 8, ну, в 7-8 утра, то есть они тут только спят. Ну, бывает, докармливаем мамок перед отъемом, так вот. А то есть летом они у вас на выпасть и не обедают, да? Нет, зачем? А как у них режим питания обстоит? На ночь только кушают. Только на ночь, ты их не заводите, кормите и спокойно ночью. Да, 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 да. Им не нужна каша днем, зачем? А сено вы заказываете у местных? Да. Это для жеребят с выходом в свою леваду. Вот, для отъема и, наверное, годовичков кобылок, вот мы их здесь будем держать вместе всех. А почему вы делаете из дерева, а не из пеноблоков, например? Мне кажется, пеноблоки дешевле. Они дешевле, но они вредны, в них накапливается грибок, конденсат, лошади дышат влажным воздухом, что им очень вредно. У вас еще столько всяких интересных коньки, например, висят, да, такие? Вы это все нашли в доме, да? Нет, мы их не нашли, мы их покупали, потому что, ну, все предметы старого быта куплены, и они нигде не валяются, они стоят денег. То есть, сказка, что на чудаке нашли, и там, какого нет, конечно. Ну, может быть, там и нашли два битых горшка, но это фигня все. Вот, предметы старого быта мы как раз покупали в свое время для нашей работы с туристами. И сюда оно так и переехало, да? Ну, у меня здесь музей, который мы сейчас не... Ну, не то, что не используем, он не работает как музей, хотя экспозиция есть. Ну, на данный момент. Это музей быта, да? И крестьянского быта, да, и связанное с лошадьми тоже, с лошадиного быта. Вы же рассказывали потом из сюжетов на канале вашем, что у вас есть седло Берфу. Сегодня я, приехавши из... Ну, не буду говорить откуда, делаю долгожданный и долгопросимый вами фильм про Берфуты. Расскажите, пожалуйста, какую амуницию, в частности, седла вы используете на своих лошадях? Ну, если говорить о том, на чем я стремлюсь ездить, это одно. А если говорить о работе, то есть под какими седлами у меня работают лошади с учениками, это другое, потому что, как бы, я предпочитаю вестерн-седло, а Берфуты, вот к этим седлам мы пришли от неизбежности, ввиду того, что лошадь то поправилась, то похудела, то поменялась в своей работе. То есть, одну взяли, вторую сняли с работы, и нужно на нее что-то надеть, и надеть, опять же, в зависимости от размера всадника, и это седло должно подходить, потому что всадники разные, бывают и маленькие, и большие, и высокие, и, скажем, худенькие, толстенькие, всякие. В разные комплекции. Да, вот. И седла, как бы, должны быть разные, подходить на разных лошадей, поэтому нам в этом плане подошел Берфут, поскольку здесь размер регулируется по лошади только вилкой, вот этой, которая очень легко отсюда вынимается и вставляется другого размера. То есть, она фиксирует размер по холке. Все остальное – это мягкая подушка, которая не имеет никаких жестких конструктивных деталей, и она обминается по лошади и по всаднику. Но по всаднику есть несколько размеров, вот, в частности, три размера, которые вот у нас есть. Это нулевка, первый и второй. Второй у нас подходит под всадников где-то от 50 до 56 размера седалища. Попы. Попы, да. Да, мое любимое слово. Вот, а нулевка, ну, где-то от 44, ну, с 40-го, с 44 размера. Ну, и под небольших, ну, как сказать, небольших, с маленькими детками мы не занимаемся, в принципе. Ну, под детей таких вот где-то 12-13 лет тоже подходит. У нас здесь еще есть такой очень интересный чобур. Вы их сами делаете. Да. А вот эта петелька, чтобы лошадь… Да, чтобы лошадь ненароком не выскользнула у вас из руки. Первый вопрос. Какое поколение будет считаться не БП, а серебристым? А можно я отвечу в целом? Можно. Может быть, кому-то это будет неприятно. Вот люди у нас тоже все БП. Ну, по сути, да. То есть никто у нас не может доказать свое происхождение абсолютно, что он какой-то породистый. Почему мы животных, которые выполняют определенную работу? То есть это не декоративная какая-то кошечка, собачка. Вот это название БП на сегодняшний день стало очень ругательным. Ну, то есть это вот та у тебя шлота БПшная. То есть меня вот это оскорбляет. Не потому что я не вижу важности в породности, в сохранении пород и прочее. Нет, у каждой породы свое назначение, определенная в свои задачи, она выводится для чего-то. Но лошадь, сама по себе лошадь, это животное, которое является помощником человека в каких-то задачах. И тут не настолько важна порода, насколько важны рабочие качества этого животного. И смущает меня очень часто такой вопрос как раз. А вот какой породы ваши лошади? Когда я говорю БП, то они говорят, а почему они красивые? Ну, то есть что вам нужно, какие-то шашечки или ехать? Я совершенно не уверена, и даже не то, что не уверена, я совершенно уверена в обратном, что эти лошади никогда не станут породой с паспортом в НИИК. Никогда. Моей жизни не хватит, продолжателей у меня нет. Они никогда не будут породой. Они всегда будут БП. Они будут помеси. Помеси тех лошадей, чьи качества нам интересны и нам важны в нашей работе. То есть они беспородные по определению НИИК. Следующий вопрос. Спасибо. Можно ли приехать к вам на недельку в отпуск потренироваться? Ага. Ну, на самом деле, у меня ВКонтакте... Я не делаю рекламу, нет? Можно. Можно. У меня ВКонтакте на стене всегда висит закрепленная запись, где мы предлагаем какие-то даты на тренинги, свободные даты. На самом деле, я занимаюсь с очень маленьким количеством людей. Это порядка трех-четырех человек максимум за раз. Ну, вот за заезд. Потому что занятия у нас индивидуальные. И у нас разные уровни всадников. Есть самого нуля. Есть исправление каких-то косяков. Есть занятие уже вторая ступень после баланса. Это управление. То есть мы учимся понимать, как работает лошадь. Как ей рулить, да? Принципы, приемы. Вот. И кто-то приезжает уже из тех учеников, что у меня занимались, на продолжение работы в полях. Мы ездим на маршруты. Мы закрепляем пройденное на Галопе. Уже учимся свободно сидеть на Галопе, управлять лошадью на Галопе, в переходах на Рысь. Можно приехать, но опять же смотреть, что на данный момент предлагается. Какие программы, есть ли у меня место, есть ли время и так далее. Мы не занимаемся в некоторые месяцы. Это безгрунтится, ноябрь-апрель. Зимой тоже бывает, что мы не очень занимаемся, если только на плацу, без Галопа. А лето – это основная такая вот часть года, когда у нас идут активные тренинги. Спасибо. Сколько по времени вы содержите в своем хозяйстве? Я так понимаю, сколько лет? Ну, по времени. Лошади у меня порядка 12 лет. А по местью? Чуть больше. Понятно. Как ваша семья помогает вам? Конечно. Мой муж мне помогает. Положительно относится к лошадям. Остальная семья, как бы, она занята своей жизнью. Понятно. Просит передать большое спасибо от подписчиков. Большое, пожалуйста. Хотят приехать к вам. Как вам приехать? Как с вами связаться? Написать в ВКонтакте, в Инстаграм? Очень часто мне пишут в комментариях, где находится ваша конюшня. На этот вопрос я не то, что напрягаюсь, я просто отвечаю так. С какой целью интересуетесь? То есть, с какой целью приехать? Если просто приехать, мы не принимаем просто приехать посмотреть. Поскольку хозяйство у меня частное, закрытое, и как бы это мой дом, поэтому я кого попала в свой дом, не приглашаю. То есть, если я понимаю, кто вы, зачем вы, с какой целью, нет ли у вас каких-то темных мыслей, то со мной можно списаться, связаться, рассказать о себе. Я посмотрю ваш профиль, вот что очень важно, чтобы это не фейковое какое-то лицо было с непонятным ником. Нет, я должна видеть, что вы человек, с которым я могу общаться живой, со своей историей, со своей жизнью, со своими взглядами, и тогда, да, мы с вами как-нибудь пообщаемся. То есть, как минимум, аккаунт должен быть реальным, действительным? Конечно, этот человек должен быть реальным. Вот, потому что, расскажу очень много сейчас людей, которые пишут, я читаю просто это в комментариях, я ее ненавижу, она такая сякая, то есть, такая ненависть в людях прет о некоторых, да, и мне как бы пишут открыто, что там, словами всякими. Поэтому я не хочу видеть у себя таких людей, я должна знать, то вы. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Диана Голунова, рекомендую вам подписаться, посмотреть полезные ролики, я так уже однажды сделала, и вот я в гостях была. И вам рекомендую, но, как вы уже поняли, нужно обязательно сначала списаться, ваш аккаунт должен быть не фейковым. Приезжайте, Дарья очень гостеприимный человек, но приезжайте с вкусняшками, яблочки, морковки, сахар, но и для Дианы не забыть. Это очень здорово. Я всем советую, если у вас есть какая-то мечта, какие-то желания, обязательно, обязательно осуществляйте. Все будет хорошо, верьте в себя. Продолжение следует...